Да, слышно, можно начинать. Отлично. Так, сейчас я запущу презентацию. И начнем. Итак, всем здравствуйте. Меня зовут Грис Антон. Да, как Никита меня уже представил, я директор студии G-Tech. Ну, быстренько расскажу про нас, кто мы, что мы, чем мы занимаемся. Мы делаем сайты начиная с 2009 года, работаем только с платформой 1S-Bitrix. У нас уже более 100 реализованных проектов на этой платформе. Естественно, мы делаем магазины, делаем корпоративные сайты, интернет-аптеки, даже госсайты внедряем. Ну и лендинг-пейджи в том числе. Почему? Потому что часто возникает задача, когда у нашего клиента уже есть корпоративный сайт, либо магазин. У него возникает необходимость запускать лендинг для рекламы конкретного товара, либо конкретной услуги. Собственно, о целях, когда нужно делать лендинг-пейдж, мы чуть позже поговорим. Итак, давайте я быстренько пробегусь по основным пунктам, которые хотел бы вам сегодня донести. Во-первых, я хотел бы поговорить о том, когда стоит делать лендинг-пейдж, ведь не всегда он необходим. Далее, про принципы построения лендинг-пейдж, какие основные ключевые моменты нужно учитывать при его разработке. А также поговорим про интеграцию лендинг-пейджа и как можно очень быстро их запустить. Итак, когда стоит делать лендинг-пейдж? Я также расскажу про живые кейсы, которые у нас есть. Итак, в своей практике мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда, скажем так, под впечатлением от каких-то новых фишечек, которые клиент узнал на семинаре, он начинает приходить и говорить, о, все, вот это я хочу, все, мне это прям срочно нужно. В том числе, так было и с лендинг-пейджами, да, и периодически наблюдается, когда приходят клиенты, на самом деле ему нужен корпоративный сайт, он говорит, что да, он хочет рассказать все про свою компанию, у него очень много информации предполагается, да, размещать, либо у него много товаров, иногда там даже интернет-витрина, но он настаивает на том, что ему нужен лендинг-пейдж. Причем на этом лендинг-пейдже вся эта информация должна быть размещена. На мой взгляд, это неправильно, мы в таких случаях пытаемся немножко переубедить клиента. Так вот, такие ситуации абсолютно противоречат главной цели, главной задачи лендинга – продавать конкретный товар или конкретную услугу, то есть продавать конкретно уникальное торговое предложение и собирать лиды через call-to-action, призыв к действию. Давайте рассмотрим, на мой взгляд, базовые, ну, самые важные, на мой взгляд, моменты, случаи, когда лендинг-пейдж вам действительно необходим. Ну, во-первых, как я уже сказал, это рекламная страница какого-то конкретного товара, какой-то конкретной услуги, да, у вас есть четкая концентрация на этом товаре, вы на лендинге рассказываете только про него, и, естественно, может узнать все быстро в этом товаре и принять решение, да, нужен он ему или нет, и заказывать у вас, либо нет. Привет. Дальше. Возможность протестировать рекламный канал. Вот как раз данная ситуация наблюдается тогда, как я вам уже говорил, когда у клиента уже есть, например, интернет-магазин, либо у них есть корпоративный сайт, у нас есть такие клиенты, у которых есть корпоративный сайт, большой, там очень много информации, все как положено, все подробно расписано, но при этом у них есть ряд лендинг-пейджей, не один, их несколько, на которых они рекламируют конкретную услугу и тестируют тот или иной рекламный канал, чтобы в случае, если канал не очень хорошо работает, потом просто этот лендинг убрать и дальше продолжать работать, и это никак не повлияло на основной корпоративный сайт компании. При этом я бы связал второй и третий пункт вместе. Не рекомендуется, в принципе, рекламный трафик, пардон, да, не рекомендуется рекламный трафик направлять на главную страницу вашего сайта. То есть, почему делают лендинги с условием, что у вас уже есть корпоративный сайт. Не надо направлять рекламный трафик на главную страницу сайта, потому что в рекламном объявлении, например, в контексте, человек, скорее всего, увидел какое-то конкретное предложение, он переходит на главную страницу, а там, собственно, общая информация, и то, что... ну, то есть он не находит ту информацию, за которую он переходил по этой рекламе. Поэтому для каждой рекламы должен быть свой лендинг, который будет, скажем так, продолжать диалог с потенциальным клиентом, который перешел по рекламе, и пытаться ему предложить совершить действия, ставить какие-то свои данные, заполнить какую-то форму. Дальше. Четвертый случай, когда человек начинает свое дело. Ну, то есть вот часто бывает только что вот работали, где-то работали, решили попробовать себя в бизнесе, в предпринимательстве, придумали какую-то интересную идею, либо какой-то интересный товар, и решили продавать. Денег немного, бюджет небольшой, да, хоть, но при этом, естественно, огромное количество клиентов находится в интернете, там проще рекламировать, понятнее рекламировать, и, соответственно, лендинг-пэйдж в данном случае как раз позволяет, обладая небольшими бюджетами, быстро запустить рекламную кампанию, создать посадочную страницу, где рассказать про свой уникальный товар, либо услугу, и, собственно, все быстро прорекламировать, не затратив на это ни много денег, ни много своего времени. Я, да, расскажу дальше в четвертом пункте, быстрый старт лендинга, насколько действительно это просто, быстро и недорого. Ну, естественно, уже, я думаю, все знают, что лендинги используют часто мероприятия различные, то есть какие-то краткосрочные мероприятия, тренинги, обучения, курсы, те же вебинары, например, да, потому что это как раз, лендинг как раз предназначен для них. То есть на лендинге быстро рассказывается о том, какие преимущества именно у этого мероприятия, да, какую информацию посетитель получит на нем. То есть и все-все-все, нет, там лендинги описано. Ну и также я бы привел как пример это лендинг онлайн-сервиса. На самом деле, да, есть какие-то онлайн-сервисы, в которых есть какой-то личный кабинет с сложным функционалом, там все каким-то образом настраивается, но при этом, чтобы рекламировать данный сервис, естественно, делается отдельный лендинг. Ну, как пример, я бы хотел привести сервис корпоративной почты без mail.ru, когда вот несколько лет назад они начинали только продвигать тему, скажем так, корпоративного почтового ящика для компаний, да, был, у них был, возможно, сейчас есть тоже лендинг, который рассказывает, почему нужно использовать почтовые сервера mail.ru для своей корпоративной почты, какие преимущества, да, то, что там это все бесплатно, что большое хранилище, что легко настраивается и так далее. То есть для таких целей тоже создается лендинг, а после регистрации уже клиент попадает в какой-то более сложный интерфейс личного кабинета. Вот, значит, что касается, когда делать лендинг, это, наверное, ну, такие основные моменты, основные случаи, которые я бы хотел вам рассказать. Ну, естественно, если у вас есть мысль, что вам нужен лендинг, вам желательно проконсультироваться с разработчиком и принять решение, какой проект действительно вам нужен, потому что, как я сказал, не всегда лендинг будет необходим. Теперь давайте рассмотрим принцип построения лендингов. Уже, ну, естественно, уже давно все компании студии делают лендинги, уже есть проверенные опытом и различными тестированиями основные моменты, которые нужно учитывать при построении лендинг-пэйджа. И о них я сейчас хотел бы поговорить. Что такое лендинг-пэйдж? Да, его еще называют целевая страница. Собственно, первый, самый важный пункт – это цель. Вы должны понимать, определить четкую цель, сформулировать для себя, для чего вы его создаете. То есть, и какое действие в итоге, какой результат в итоге от этого лендинга должен быть. Например, как правило, это, естественно, клиенты должны ознакомиться подробно с вашим товаром, который вы продаете, и заказать его. Либо каким-то образом оставить контакты свои, с помощью которых вы потом с ним свяжетесь, с клиентом, и будете продавать ему дальше товар. Как и в любом другом проекте, это не только к лендингам относится. Необходимо, естественно, знать свою целевую аудиторию. Это крайне желательно. То есть, кто ваша целевая аудитория? Это люди в возрасте, либо это молодежь. От этого будет зависеть много других дальнейших факторов. Какой будет дизайн, какие будут кнопки, какие будут формулировки, какой будет текст в тех или иных блоках, в принципе, какие блоки на лендинге вы будете размещать с учетом, какая у вас целевая аудитория. Что еще? Если у вас есть... Вы много-много хотите информации донести. Во-первых, нужно всю информацию разбить по блокам. Обязательно. То есть, не нужно видеообзор размещать рядом в одном блоке с преимуществами продукта. Это должны быть разные блоки. Отдельно видеообзоры. Отдельно отзывы клиентов существующих. Отдельно описание преимущества товара или услуги. То есть, отдельно, например, в некоторых случаях партнеры, с которыми вы работаете. И так далее. Всю информацию нужно разбивать по блокам. И в этих блоках желательно давать только самую суть. Выжимку. То есть, вы не должны писать огромные простыни текста, которые все равно никто не будет читать. Ваша цель быстро донести информацию. Цель быстро донести преимущества вашего товара, вашей услуги. И, соответственно, зацепить каким-то образом клиента, чтобы он заполнил форму. И вы получили его контакты. Какие бывают лендинги? Они бывают длинные, бывают короткие. Все зависит, ну и какой вам делать, да? Все зависит от вашего предложения. Тут есть два варианта. Если ваш товар понятен, да, если ваш товар уже, ну, скажем так, на слуху, то есть не только вы его продаете, да, и клиенты приходят к вам на сайт, к вам на лендинг, ну, уже знают, зачем приходят. Соответственно, вам не нужно сильно подробно расписывать, что это за товар, какие его преимущества и так далее. Вам достаточно, наверное, будет описать, почему его нужно заказать именно у вас, да, почему это хорошая идея купить этот товар. Ну и, собственно, call to action разместить. Лендинг, ну, короткий лендинг, это обычно, там, от одной, от два, ну, максимум три экрана. Ну, а когда большие лендинги нужно делать, да, длинные? Если о вашем товаре, ну, вы рекламируете менее известный товар, естественно, вам нужно будет про него рассказать. То есть клиенты перешли на ваш лендинг, они не знают ничего о товаре, это что-то новое, возможно, либо какое-то инновационное. Опять же, возможно, вы придумали для вашего рынка какую-то новую интересную услугу. Естественно, вам нужно подробно про нее рассказать. В таком случае вам подойдет длинный лендинг, на котором будет, не знаю, пять, шесть, иногда больше блоков, экранов, и на нем вы уже подробно расскажете про свое уникальное торговое предложение. Что касается дизайна. Как я уже говорил, он будет в том числе зависеть от целевой аудитории, но есть определенные моменты, которые нужно учитывать. Эти моменты уже проверены временем. Например, во-первых, красная кнопка «заказать» работает гораздо эффективнее, чем зеленая кнопка. Либо это что касается цвета. Что касается формулировок, тоже есть различия. Например, надпись «узнать цену» на кнопке работает примерно в 5-6 раз лучше, чем «заказать». И это, в принципе, на мой взгляд, понятно, потому что клиент, когда видит ваше УТП, хочет каким-то образом на это отреагировать, ему интересно, и вы ему говорите, вот вам кнопка «заказать». Но он еще не хочет заказывать, он начинает бояться, что вдруг тут уже оформится заказ, мне попросят что-то оплатить. И, естественно, это многих отпугивает. А кнопка «узнать цену» вроде как ни к чему не обязывает. Вы просто предлагаете, ну, там, свяжитесь с нами, да, мы вам сейчас еще подробнее расскажем. Ну и что касается дизайна, я бы хотел заострить внимание на том, что блок «call to action», да, это форма, какие-то формы, должны быть более яркие. Участок с сетей должен быть более яркий, должен отличаться, ну, немножко выделяться в том блоке, в котором он находится. Далее, очень хорошо размещать на лендинге отзывы. Вообще, в принципе, приводить так называемые социальные доказательства того, что у вас хороший продукт, что это действительно то, что вам нужно, это действительно нужно купить, заказать, это отличная идея. Поэтому отзывы хорошо работают, вы вызываете доверие, клиент понимает, что, да, я не первый сюда зашел, вот уже кто-то купил, кто-то заказал, все, в принципе, нормально, меня здесь не обманут. Поэтому отзывы работают хорошо. Что касается «call to action», призывок к действию. Есть лендинги, я их видел, да, на которых «call to action» находится в самом низу страницы. И, видимо, владельцы предполагают, что клиент должен прочитать все подробное, весь лендинг, пролистать все экраны и только потом увидеть форму заказа и, собственно, ее заполнить. На мой взгляд, это абсолютно не очень хорошая идея. Естественно, «call to action» может быть внизу, но при этом он должен быть не только внизу, но и в других блоках, в других частях лендинга, на других экранах. Очень часто размещают форму, хотя бы небольшую, прямо сразу на первом экране в слайдере, либо это, может быть, какая-то красивая фонная картинка, либо видеоролик, но в любом случае размещение формы должно быть не только в самом низу страницы. Вообще, на мой взгляд, ведь люди существуют абсолютно разные, да, и разных клиентов, разных людей можно зацепить разными блоками. То есть кому-то, например, понравятся ваши отзывы, и он именно на блоке с отзывами примет решение, что все, я хочу заказать, мне все нравится, все, я уверен в этом товаре, я уверен в этой компании. Кто-то посмотрит видеообзоры, да, и скажет, «О, отличный перфоратор, прям вот я такой искал, хочу». Соответственно, я бы рекомендовал размещать блок «call to action», конечно же, не на каждом экране, через каждые 5 метров, да, а рядом с различными блоками. Ну, тут, опять же, важно не переборщить, то есть не нужно 10 форм на один маленький лендинг. Есть такой интересный инструмент, это АБ-тестирование. Ну, вкратце расскажу, что такое АБ-тестирование. Собственно, я вам говорил про красную и зеленую кнопку. Так вот, эффективность того, что, ну, факт того, что красная кнопка эффективнее, был выявлен именно с помощью АБ-тестирования. То есть на сайте, грубо говоря, были разработаны два дизайна. Один был с красной кнопкой, другой с зеленой кнопкой. И разным посетителям выдавались в определенный момент времени разные кнопки. И в итоге смотрели, сколько заказов поступило с дизайном с красной кнопкой и сколько заказов с дизайна с зеленой кнопкой. От этого было выявлено, что красная кнопка работает лучше. Собственно, этот инструмент называется АБ-тестирование. И о нем, наверное, Никита упомянет. Модуль АБ-тестирования встроен в Bittrex. И вы сможете, разрабатывая свой лендинг, запуская свой лендинг, тоже попрактиковаться и потестировать, не знаю, те или иные различные формулировки на своем лендинге. Либо даже два разных дизайна лендинга протестировать с помощью инструмента АБ-тестирования. И выявить, какой из них будет наиболее эффективен, с какого будет наибольшая конверсия. Далее. Видеообзоры. Я, по-моему, про них уже говорил. Да, они работают хорошо. Вообще, все, что интерактивное на сайте, оно неплохо работает. Вообще, интерактивный контент работает, на мой взгляд, лучше, чем какой-то статический контент. Поэтому видеообзоры, они интересны, но, естественно, тут нужно учитывать то, какой товар вы продаете, какую услугу. Если вы продаете тот же перфоратор, о котором я уже говорил, например, у вас магазин электроинструментов, большее магазин электроинструментов, и вы решили прорекламировать какую-то конкретную модель какого-то производителя, потому что она, например, очень хорошая, либо вы ее хотите продать. Видеообзор. На таком лендинге для такого товара крайне желательным будет видеообзор, на котором клиент увидит не просто красивые картинки перфоратора, он видит, как он ведет себя действительно в действии, в работе. И это поспособствует принятию решения, на мой взгляд, о приобретении данного товара. Дальше. Что касается самих форм call to action. На лендинге это все-таки рекламная страница, на которой все должно быть максимально просто и быстро преподнесено. Поэтому формы обратной связи желательно были раскрыты всегда. Не нужно создавать какую-то кнопочку, которую нужно нажать, чтобы формочка открылась. Это лишнее действие для пользователя, плюс не всегда кнопка настолько интуитивна, что пользователь сообразит, что ее нужно нажать. Он будет искать, он даже захочет заказать ваш товар, будет искать форму, он не найдет, и в итоге расстроится и уйдет. Поэтому формы все должны быть раскрыты. В крайнем случае, если вы хотите сделать... У вас какая-то специфика, что форма, скажем так, большая, хотя я не рекомендую делать большие формы, желательно, чтобы они были простые, понятные, короткие. Но все же, если у вас форма, скажем, из 10 пунктов, в данном случае я бы все-таки, наверное, скрыл часть пунктов, не основных, запросил только какую-то краткую важную информацию, имейл, телефон, имя и все. И в таком случае, возможно, будет актуальна какая-то кнопочка, типа заполнить дополнительные поля для быстрого принятия решения или еще что-то. И тогда будет раскрываться все остальные поля большой формы. Но, опять же, заострю внимание, на мой взгляд, на лендингах формы должны быть простые, короткие и понятные. У нас в практике был случай, когда мы долго работали с клиентами, мы до сих пор с ними работаем. В какой-то определенный отрезок времени у них была форма заявки, состоящая из четырех вкладок, по-моему. На каждой вкладке было по 15-20 полей различных. Это было просто ужасно, конечно. Я очень много раз об этом говорил, что давайте упростим форму, давайте упростим форму. Клиенты при этом каким-то образом умудрялись их заполнять. Но после того, как мы форму упростили, оставили, по-моему, 7 полей в итоге, естественно, поток входящих заявок увеличился в разы. А колл-центр потом может дальше все остальные поля связаться с клиентом и собрать все остальные поля. Ваша задача на лендинге каким-то образом зацепиться за клиента, узнать вообще о нем хоть какую-то информацию, хотя бы телефон, уже можно позвонить, либо e-mail уже можно написать. Поэтому, что касается форм, я рекомендую поступать именно таким образом. И, наверное, да, пожалуй, последний пункт, который бы я учитывал при построении вашего лендинга, это онлайн-консультанты. Вы знаете, кому-то они не нравятся, кому-то не нравятся всплывающие окна, всплывающие поп-апы. Да, это действительно иногда раздражает, но нормальный, правильно настроенный онлайн-консультант действительно работает, действительно эффективен. При этом, как я написал на слайде, он должен быть один. То есть не нужно размещать консультант для, скажем, переписки, для того, чтобы написать сообщение менеджеру. Дополнительный консультант, который будет служить формой заказа обратного звонка, потом еще какой-нибудь консультант, он должен быть один. И желательно сразу просто его подобрать таким образом, чтобы он выполнял все необходимые вам задачи. Есть консультанты, которые позволяют и внести переписку с менеджером, и заказать обратный звонок, и скинуть какой-то файлик, и так далее. Вот, наверное, это одни из основных моментов, которые я бы рекомендовал учитывать при построении лендинга. Сейчас я бы хотел рассмотреть живые примеры двух лендингов. Один будет длинный, этот лендинг является готовым решением. Один лендинг будет наш, он будет короткий. Так вот, давайте рассмотрим этот длинный большой лендинг. Что, на мой взгляд, здесь хорошо, а что нет? Ну, во-первых, кто целевая аудитория, это, скорее всего, родители. Да, родители, которые покупают своим детям игрушки, хотят покупать лучше. Возможно, отчасти какие-то оптовые магазины, которые будут закупаться. Что на этом лендинге хорошо? Ну да, здесь есть логотип, есть телефоны. Есть возможность перейти сразу к какому-то блоку на лендинге, но, в принципе, не всегда это необходимо. Ну, на длинных лендингах, да, этот момент бывает актуальным. На главной странице, на первом экране, на первом экране есть конкретный четкий позыв, да, что у нас детские товары от производителя, хорошего качества. Но при этом есть форма call to action, но, на мой взгляд, она не совсем корректна. То есть я захожу за игрушками, и тут же почему-то у меня должен возникнуть какой-то вопрос. Я, собственно, еще ничего не прочитал, я не ознакомился о чем, то есть что мне хотят сказать на этом лендинге, что за товар, а у меня уже почему-то должен возникать какой-то вопрос. Мне кажется, здесь все к месту, но просто стоит переформулировать позыв к действию, да, и, например, предложить, хотите, мы вам пришлем каталог с нашими лучшими игрушками, и вместо телефона почту. На мой взгляд, это бы работало лучше. Сразу скажу про онлайн-консультанту. Здесь он есть. Кстати, этот онлайн-консультант, как я говорил, как раз может и быть мессенджером, и, возможно, здесь есть обратного звонка. Но привычное расположение у консультанта справа. Мне лично он здесь слева немножечко как-то, мне неуютно, он мешает. Дальше. Есть блок преимуществ. Это отличная штука, она работает. Почему нужно покупать товары этого производителя? Отлично. Дальше. Идет блок с товарами. Это как раз то, о чем я говорил. Этот лендинг должен рекламировать либо какой-то конкретный товар, либо производителя в целом. Но здесь на лендинге представлены, как вы видите, и детские кресла, и велосипеды, и детские электромобили. На мой взгляд, если производитель хочет рекламировать различные товары, то лучше сделать три лендинга. Один по электромобилям, один по автокреслам, один по мотоциклам. Они могут, ой, по велосипедам. Они даже могут выглядеть одинаково. Но реклама с объявлений, которые будут рекламировать велосипеды, должна идти на лендинг, где будет именно про велосипеды. Поэтому выводить каталог товаров на лендинге я не рекомендую. И, в принципе, никто не рекомендует. Подпишись на рассылку. Ну, возможно, да, это интересный момент. Но, опять же, лично я бы не размещал на этом лендинге этот блок. Потому что, получается, мы хотим вроде как предложить клиенту товары, а тут же предлагаем подписаться на рассылку. Этот блок, может быть, должен быть где-то, но ближе к низу. Дальше. Блок отзывов. Все отлично. Отзывы хорошо работают. Это так называемые социальные доказательства. Клиенты есть, которые уже воспользовались. И дети этих родителей играют с этими игрушками. Все хорошо. Дальше. Цифры. Вообще, всем, наверное, известно, что цифры очень хорошо работают. Вы говорите, 92% чего-то, 70% чего-то. Цифра всегда очень хорошо работает. Поэтому данный блок, я лично одобряю, мне кажется, он тоже будет хорошо работать. А вот следующий блок у меня под вопросом. Даже если мы все-таки рекламируем, ну, то есть если мы рекламируем на этом лендинге игрушки, ни в коем случае не нужно рекламировать какие-то дополнительные услуги. Вы можете их написать как преимущество, что мы там при покупке игрушек вам сделаем бесплатную доставку или еще что-то. Но в данном блоке почему-то рекламируют какую-то дополнительную услугу. И у меня переключается внимание, я пытаюсь теперь понять, а что это за услуга. И это уже совсем другое уникальное предложение. Его, на мой взгляд, здесь вообще быть не должно. Следующее. Как мы работаем? Все очень просто. Этот блок мне лично интересен. То есть я как клиент захожу, смотрю, ага, я сделаю вот это, мне потом произойдет вот это, и в итоге я получу заказ, какой-то результат. В принципе, подобный блок имеет место быть. Опять цифры, но вот здесь, на мой взгляд, минус в том, что мы уже показывали блок с какими-то цифрами, второй такой же блок, наверное, начнет сбивать. Слишком много цифр в голове уже у клиента, наверное, не будут укладываться, поэтому просто он лишний. То есть нужно оставить какой-то один, или этот, или предыдущий. Ну вот как раз то, что я говорил, какие-то дополнительные бесплатные консультации. Ну, в принципе, я думаю, это интересно. Опять же, наши товары в розничных магазинах очень хорошо в некоторых случаях показать известные бренды. Все знают, что такое детский мир, какие-то другие магазины. И у клиента сразу же снимается ряд вопросов. То есть он понимает, ага, значит, эти товары продают в известных супермаркетах. Их покупают много людей, и вероятнее всего, что раз их до сих пор продают, то, наверное, эти игрушки хорошие. Соответственно, здесь можно было бы какую-нибудь разместить, какой-нибудь call to action. И если клиент на этом этапе принят решение, он бы сразу уже мог оставить свои контакты. Дальше. Обзоры. Тоже хорошо. Блок с контактной информацией. Есть контактная информация, то есть я как бы должен позвонить, должен написать, но, как правило, клиенты этого не делают. Вот они не поднимают телефон, не звонят, они не пишут письмо. Здесь должна быть форма обратной связи. Свяжитесь с нами, задайте свой вопрос. Вот тут та форма сверху возникли, точнее, остались вопросы, мы с вами свяжемся. Вот такой блок я бы как раз разместил здесь в контактной информации. Мне кажется, он бы работать гораздо лучше. Ну и кто мы, произведитель детских игрушек? Почему-то в самом низу. Наверное, это нужно было сделать в самом верху. Рассказать, кто вы такие. Вот. Ну, это не реальный лендинг, это всего лишь демо-контент, но все-таки его кто-то построил, и мы на базе него разобрали, скажем так, ошибки, ну, минусы и плюсы. Именно конкретного данного лендинга, если бы он был реальным каким-то лендингом какой-то компании. Я хочу также заметить, что сверху в этом слайдере, наверное, я бы не размещал, точнее, вместо вот этой красивой картинки фоновой, я бы разместил какой-нибудь короткий, с переключающимися кадрами, маленький видеоролик, на котором, скажем, дети, ну, детишки играют с игрушками этого производителя. На мой взгляд, он бы гораздо лучше работал, чем просто фоновое статичное изображение, хоть оно такое весело-позитивное. Вот. Это пример длинного лендинга, когда нужно подробнее рассказать про товар. У нас есть пример, я хочу привести свой пример короткого лендинга. Ну, во-первых, я хочу рассказать, что есть, ну, может быть, кто-то знает, да, есть такая компания, это займы, у них есть основной сайт, у них есть там, естественно, исчерпывающая информация обо всем-всем-всем, но при этом мы также разрабатывали лендинг, и это пример короткого лендинга. Как вы видите, у него всего два экрана. Почему? Потому что человек, которому срочно понадобились деньги, он заходит, он знает, что такое займы, ему не нужно рассказывать, почему, как, что, он знает, что ему нужно просто выбрать там, где надежная компания, у кого доступные проценты. Все. Он заходит, ему тут же задают вопрос, да, написан крупный заголовок и действие, что он должен сделать. Все понятно, в принципе, на первой странице, что я заполняю заявку, мне быстро получаю решение и получаю в офисе деньги. Причем стрелочки направлены слева направо, и они интуитивно введут в сторону форм заказа. Здесь человек выбирает город, в котором он находится, естественно, где локация работает, определяется, местоположение текущее, быстро выбирает что-то и получает займ. Опять же, видите, кнопочка не зеленая. Учитывая, что фирменный стиль зеленый и оранжевый, ну, оранжевый как-то ближе к красному, да, именно оранжевая кнопка была выбрана для получения, для совершения действия. Вот. И форма обратной связи у нас всегда раскрыта. Мы ее не сворачиваем, она находится просто на второй странице. Все. Это пример короткого лендинга, который работает, он выполняет свои задачи. Итак, про живые кисти я вам рассказал, да, вы, если что, можете еще позадавать потом вопросы. Ну и что? Мы сделали, да, отличный лендинг. То есть вы учли все принципы построения лендингов. Вы сделали лучший лендинг, например, на вашем рынке лучше других конкурентов. Но при этом, что делать дальше? Работа только начинается. Мало просто собрать лиды. Их нужно правильно обрабатывать. Какая бы крутая у вас ни была компания, с какой бы высокой конверсией ни был лендинг, если эти лиды уходят никуда, то никаких денег вы не заработаете. Что главное при обработке лидов? Ну, оперативность. Конечно, клиенты не любят ждать. Если клиент заполнил формочку, он, наверное, ждет, что ему в течение каких-то нескольких минут, хотя бы 10 минут позвонят и что-то расскажут, что-то подробно пишут, либо скажут, что ваш заказ сформирован, ну, в зависимости, естественно, от задачи. Следующая пунктуальность. Если вы работаете уже с лидами, у вас уже, то есть вы планировали по ним какие-то действия, договаривались о звонке, договаривались о встрече, еще о чем-то, естественно, нельзя пропустить этот момент. Клиенты будут менее лояльны и, возможно, откажутся от покупки, поэтому нужно быть пунктуальным. Должна быть база. Если много клиентов, там, 10-20 тысяч лидов вам падает в течение месяца, ну, просто вы не сможете держать это в голове или где-то на каких-то записях. Естественно, должна быть централизованная база хранения лидов. Нужна система обработки лидов. И должны быть очень простые, прозрачные и быстрые коммуникации с клиентом. Вы должны иметь возможность быстро клиенту позвонить, написать письмо, скинуть какую-то дополнительную информацию. Собственно, поэтому мы всегда все лендинги интегрируем с сервисом Bitrix24. Таким образом, все заявки тут же появляются в CRM. Менеджеры их могут очень быстро обработать, либо можно их распределить между менеджерами, в том числе, кстати, в автоматическом режиме. Ну и, собственно, составить какой-то план действий, значит, встречи, звонки по клиентам. При разговоре с клиентом, да, у вас будет возможность что-то записать. Как я уже говорил, на лендинге формочки простые, как правило. Клиент оставил, например, только телефон, и, естественно, вы позвонили и узнали какую-то дополнительную информацию от клиента. Вам нужно ее куда-то записать. А есть, ну, и система Bitrix24 позволяет очень быстро эту информацию заполнять. Вы звоните клиенту, у вас открыта его карточка, карточка лида. Вы быстро пишете дополнительную информацию, которую вы узнали о клиенте. Вы можете использовать в том числе встроенную телефонию в Bitrix24 и совершать звонки. Ну и вообще, отличное дело, мне очень нравится, когда я могу на входящей заявке очень быстро выставить счеты с CRM. Это прям очень здорово. Вообще, быстрая коммуникация очень сильно заряжает позитивом, что вы за день успеете очень много сделать. Вот поэтому, в общем и целом, это, конечно, предмет, тема не данной презентации, но в целом я всегда рекомендую интегрировать любой лендинг с Bitrix24. Ну и, наверное, четвертый пункт, да, пожалуй, перейдем к четвертому пункту, то как быстро запустить лендинг. Один из главных вопросов возникает, когда лендинг нужен к сегодняшнему вечеру, потому что с завтрашнего дня начинается какая-то реклама кампании. Бывают такие случаи. Или у клиента, ну, у вас вдруг неожиданно появилось очень крутое, там, уникальное торговое приложение для рынка, как я вам говорил, да, и вы срочно хотите запустить его рекламу. С помощью, ну, нам в этом, нам лично в этом помогает один из Bitrix Marketplace. Буквально, ну, за считанные часы мы можем приобрести для нашего клиента лендинг. С учетом платформы и стоимости решения лендинги, ну, как правило, стоят не больше 10 тысяч. Это может быть, там, иногда 7, 8, 10, в зависимости все от того, какой лендинг выберете. Ну, естественно, нужно учитывать, что потребуется хостинг, домен. Вот, поэтому Marketplace нам лично очень помогает в быстром запуске, и в течение нескольких часов мы запускаем лендинг-пэйдж, интегрируем его с Bitrix 24, и все уже работает. Можно рекламировать. Ну, и, пожалуй, на этом все. На данный момент я, наверное, вам рассказал все, чем я хотел поделиться по теме разработки лендингов. Поэтому, если у вас есть вопросы, вы можете задавать здесь, вы можете записать мою почту, мой телефон. Естественно, пишите, звоните, я на все вопросы постараюсь вам ответить. Никита? Да, сейчас, секундочку, здесь много вопросов, я предлагаю на них сейчас поотвечать, да, пока у нас еще есть там время. Да, конечно, давайте, да, поставим. Если я сделал questions, я сразу отвечу на самый популярный вопрос, будет ли запись вебинара, да, обязательно будет. Мы вам будем рассылать. Так, сейчас я подключаю здесь. Какую-нибудь заставочку там пока, Антон, поставь, пожалуйста, да? А, да, хорошо, да, конечно. Ну, там, да, я, наверное, вот контакт, а или так, или с контактами. Да, сейчас я контакт поставлю, на всякий случай. Ты пока вопрос задавай. Да, сейчас у меня тут куда-то пропал мой go to meeting. Ага, вот он. Так, значит, questions. Спрашивают про запись, да, вроде всем ответил уже. Да, именно как делать не будете, техническую часть. Надежда, ну, смотри, техническую часть, прям как делать, мы не будем показывать. Мы сейчас поотвечаем на вопросы, я потом покажу, то есть сам Bittrex изнутри немножко, да, как там контент редактировать, как как раз формы, про которые вот Антон рассказывал, у нас в нашей версии, которую летом, да, анонсировали, которую сейчас релизим, появился интересный инструмент как раз для интеграции с Bittrex24. То есть формы, про которые говорили, да, вы эти формы можете настроить прямо в Bittrex24 и публиковать на своем лендинге очень просто. Я покажу, как это делается на примере моего тестового сайта, моего интернет-магазина. Что еще? Посмотрим немножечко оба-тестирование, да, просто что это за инструмент. Про конверсию попробуем глянуть, ах, не помню, у меня сейчас запустится, не запустится. Я наломал дров здесь у себя немножко. Так, оба-тестирование гляну. Да, оба-тестирование, наверное, посмотрим. Пульс конверсии. Посмотрю, запустится у меня или нет. Не запустится. Я все все сломал. Так, давайте, ладно, вопросы. Так, запись будет. Как определить свою целевую аудиторию, спрашивают. Не знаю, видишь, не видишь вопрос. Можно отвечать, да? Да, ну, ты, одну секундочку, Антон, ты сам-то эти вопросы видишь? Раздел questions. Нет, я вопроса не вижу, у меня открыта презентация, потому что я буду слушать, я могу так отвечать. Я извиняюсь, маленький технический момент, Антон, вот это вот, то, что мы с тобой видим, как организаторы, справа это окошечко, да, там можно нажать view, questions, и открыть это окно на весь экран. Это будет видно все равно только нам с тобой. Да, ну, ладно. Да, здесь вопрос. Ну, ладно, ну, ладно, давай так оставим, то есть, если что, просто вопросы выбирай, хорошие, потому что сейчас на Mac я разбираюсь с этим. Давайте про целевую аудиторию. Ну, на мой взгляд, как правило, тот, кто хочет запустить лендинг, он знает, во-первых, свой товар. Например, там у нас клиент, который занимается оптовой поставкой запчастей. Он знает, что его целевая аудитория – это магазины, которые торгуют запчастями. То есть он знает, что у него покупают не частные лица, а у него покупают оптовый магазин, оптом покупают магазин. Поэтому, ну, если вы не можете определиться, вам, наверное, можно, конечно, с разработчиком пообщаться в вашем конкретном случае, и вам, думаю, порекомендуют. То есть вы можете сказать, вот, у меня такой-то товар, у меня такая-то услуга, какая моя целевая аудитория будет. Но при этом, на мой взгляд, вы тоже сами должны хотя бы частично понимать, какая ваша целевая аудитория. То есть, ну, нельзя такого дать какого-то инструмента, в который, да, можно нажать кнопочку, определить мою целевую аудиторию, и он вам выдаст ответ. В каждом конкретном случае надо просто подумать, посоветоваться с разработчиком и принять решение. Я думаю, так. Хорошо. Такой вопрос. Вот спрашивают кнопку «Узнать цену, каким лучше цветом делать?» Может, есть опыт какой-то? Красный, зеленый, там, синий. А я же говорил, да, нужно делать красную, и надо писать «Узнать цену». Ну, окей. Ну, то есть красная кнопка, которая, короче, красная кнопка работает лучше, чем зеленая. Надо смотреть, опять же, фирменный стиль. Если у вас совсем другой фирменный стиль, нужно смотреть, чтобы не просто лепить красную кнопку бездумно, нужно смотреть, чтобы она, естественно, сочеталась с общей концепцией дизайна лендинга. Ну, и выделяется, наверное, да, если будет красная кнопка, и кнопка подливается. Да, возможно, это будет не совсем красная, а какой-то оттенок, вот как я показывал на лендинге «Отличные наличные». У них фирменные цвета, ну, такой ярко-оранжевый и зеленый. Но при этом мы выбрали, естественно, кнопку, ну, там, оставить заявку, именно ярко-оранжевого цвета, а не зеленого. Потому что она лучше работает. Так, вопрос такой. Насколько применимы лендинги для одежды? Есть ли тематики, в которых лендинги мало работают? Есть ли тематики, в которых... Нет. Смотрите, я вам, да, рассказал какие-то, наверное, основные тематики. Для одежды лендинги, наверное, может быть, тоже будут интересны. Но, опять же, не каталог одежды, если у вас магазин одежды, и вы вдруг решили запустить лендинг. А, как я уже говорил, например, лендинг по рекламе какой-то, ну, какой-то конкретной коллекции. Либо, ну, максимум какого-то конкретного раздела. То есть, например, начинается летний сезон, и вы хотите прорекламируйте несколько интересных купальников, которые модны будут в этом сезоне. Вы рекламируете на лендинге только, например, вот эти клевые купальники. Все должны их прямо у вас позаказывать и ходить в одинаковых на пляж. Вот. Но, естественно, на лендинге не должен быть весь каталог вашего магазина одежды. Ну, я считаю так. Ну, да, скорее, на своем воте встречал лендинги, по-моему, какого-то одного товара, да, если что-то, ну... Да, да, да. Или там эксклюзивную, то хлоп, какие-нибудь ботинки там нарисованы. Да, коллекция, например, коллекция обуви какая-то, причем, там, например, мужской вариант, женский вариант, или, там, например, парфюмерия, да, духи, например, у Кензо есть, я, насколько помню, ароматы, которые находятся в бутылочке, которая между собой соединяется. Одна бутылочка для женщин, другая бутылочка для мужчин. Я думаю, что лендинг будет в данном случае рекламировать именно эту коллекцию этих двух пузырьков. То есть, не какой-то конкретный только мужской аромат, а вот женский мужской аромат, ну, именно вот эту коллекцию, а не всю линейку Кензо. Так, окей, я думаю, все это понятно. Что лучше работает, онлайн-консультант или звонок с сайта? Опять же, наверное, тут к опыту твоему вслывают. Как правило, ну, зависит и от ниши, да, от рынка, в котором вы работаете, от ваших услуг. Но звонят, на мой взгляд, реже. То есть, как правило, клиенты все-таки еще боятся, где-то стесняются даже иногда, и они просто хотят оставаться, чтобы о них не знали, да, они просто вопрос задают. Если их заинтересуют, они, возможно, в дальнейшем закажут обратный звонок, чтобы им бесплатно позвонили, либо вообще сами позвонят. Но, как я говорил, если у вас консультант поддерживает и переписку, и звонок, то вам нечего переживать. У вас все это будет в одном флаконе. Ну, я думаю, так. Ну, по-моему, то именно приходят чаще, чем звонки. Так, сейчас следующий вопрос. Ну, как привязать лендинг к обычному сайту, не на Bittrex? Ну, обычно. Ну, вы делаете сайт на блендинг на Bittrex. Например, у вас есть сайт на Bittrex. На выпускание на Bittrex. Ну, а к чему привязать? Нет, привязывать не надо. Не проблема. Есть у вас сайт на Bittrex. Хорошо, потом вы его перенесете на Bittrex. Делаете лендинг по какому-то товару. Запускаете по нему рекламу. Клиент может даже не знать, что у вас есть основной сайт. Вообще у вас не та задача. У вас задача – прорекламировать конкретный товар, запустить по нему рекламу. Все. Поэтому вы никуда ни к чему не привязываете, сайт свой не трогаете. Запустили лендинг, порекламировали, собрали. С него лиды, все рынки все обработали, позвонили, обзвонили клиентов, заработали денег, продали, все нормально. Я не вижу какой-то задачи по тому, чтобы связать сайт и лендинг. Это могут быть абсолютно разные платформы. Без проблем. Лендинг может не обязательно на Bittrex быть, как вам угодно. Что с чем вы хотите просто интегрировать, не очень понятно. Так, Антон, подскажите, как сделать красивый адрес для лендинга? Не очень тоже понял вопрос. Красивый адрес, домен придумать? Ну, наверное, немножко не к нам. Но мы иногда придумываем домены для клиентов, тоже бывают такие вопросы задают. Ну, слушайте, напишите мне письмо на почту, скажите, что вы собираетесь продавать, какая у вас задача, попробуем помочь придумать. Так, пригодна ли ваша система для организации услуг психолога, как инфобизнес, то есть продажи продуктов, записей и тренингов онлайн? Мне нужна комплексная система, а туда, возможно, реализация партнерской программы, организация личных кабинетов учеников. Но это уже будет не лендинг, это уже будет полноценный сайт на Bittrex. Вот, да, смотрите, в данном случае, на мой взгляд, кстати, очень интересная мысль запустить отдельно сайт. Я, помните, вам говорил пример про лендинг онлайн-сервис. Так вот, в вашем случае будет отдельно онлайн-сервис, сайт с личным кабинетом по консультациям, насколько я понимаю, для ваших клиентов, где у вас будет база клиентов, где можно какие-то обучения посмотреть, вопросы и, дополнительно, к этому лендинг. Лендинг будет продавать, вся реклама будет идти на лендинг, вы там будете подробно рассказывать, почему надо у вас к вам обращаться, преимущества и так далее. Об этом уже говорили. Клиенты будут оставлять заявку, какие-то данные, либо регистрироваться, а при этом дальнейшую работу уже будут осуществлять в личном кабинете. Естественно, все это будет на одной платформе, то есть и лендинг, и сервис будет на одной платформе Bittrex, и это все будет связано, например, с CRM, вообще будет здорово, вы будете базу клиентов в CRM ввести. Ну да, про CRM, я сейчас покажу. То есть такая связка вполне естественна, и мы такие связки, больше того, скажу, делали несколько раз. Ну это логично, то есть лендинг идет у нас, мы заманиваем клиентов, привлекаем клиентов. Да, но это посадочная страница, лендинг по сути больше относится к рекламе, то есть для того, чтобы, это как конечный пункт рекламной кампании. Все, вы там нашли клиентов откуда-то, повыдергивались с разных каналов, они все попали на лендинг, оставили свои контакты, то есть вы их зацепили, и все, отлично, дальше продолжается работа по продаже, либо работа в основном личном кабинете. Ну тут еще уточняют, или у вас больше для физических товаров, да нет, не обязательно для товаров и для услуг, все что угодно. Здесь разницы особо-то нет. Так, для каких лендингов актуально ставить онлайн-консультанта, для каких нет? Ну, это опять вопрос не про лендинг, а это вопрос, для каких товаров и услуг актуально ставить, а для каких нет, я правильно понимаю? Наверное, так, да, Никита, как думаешь? Не знаю, с моей точки зрения, сейчас, одну секундочку, ушел другой вопрос, сейчас еще гляну, для каких так актуально ставить онлайн-консультанта, для каких нет? Ну, смотрите, я считаю так, если товар какой-то, например, технически сильно сложный, и по нему могут возникнуть много вопросов, которые, ну, если эта информация на лендинге не отображена, да, ну, я не знаю, если продает какой-то, не знаю, лендинг там мотоцикла какого-то, да, мы все технические характеристики будем на лендинге перечислять, он у нас будет длинный, его никто не будет читать, ну, и это мало кого будет интересно. Вот в таком случае, да, наверное, будет полезен онлайн-консультант, когда человек сможет задать какой-то конкретный вопрос специалисту, который прекрасно знает товар и может оперативно ответить на любой вопрос по этому товару. Тогда, да, нужен онлайн-консультант. Если вы продаете на лендинге какой-то красивый чехол для мобильного телефона, то, естественно, смысла нет, да, это простой бросовый товар, но который вы можете с хорошей очень наценкой продавать, ну, если уникальный какой-то товар и все его хотят. И, ну, в этом случае, наверное, онлайн-консультант не нужен, потому что, ну, чехол для телефона и чехол для телефона, не знаю, какая-нибудь картинка там, может, уникальная какая-то нарисована. Ну, да, кто спрашивает? А? Да, ну, да, действительно, я говорю, что, а что спрашивать, да, про этот чехол? Да, да, да. То есть, ну, чехол как чехол. Ну, да, ну, смотря какой товар, наверное, или смотря какая услуга. Так, вот такой вопрос еще. Почему не ставить рекламную ссылку на новость на основном сайте? Со стороны SEO не лучше ли оставлять ссылки на основной сайт, а не на лендинг? Ну, а при чем тут SEO? Мы говорим про рекламные каналы, например, контекстная реклама. Оставлять ссылки. Почему не оставлять ссылки на основной сайт? Я говорил об этом, потому что у вас, скорее всего, в рекламной кампании, в рекламном объявлении будет конкретный посыл к действию, да, позыв к действию. Например, там, вы будете, там, как-то ценой пытаться, да, завлечь человека, либо каким-то интересным, какой-то интересной характеристикой товара. И, ну, собственно, в рекламе будет описан именно сам товар или услуга. И человек переходит на главную страницу, а на главной странице основного сайта очень много информации лишней. И человек начнет, ну, метаться, да, искать, где продолжение того, о чем он начал, о чем он увидел в объявлении. Да, и, естественно, на главной странице, возможно, не будет описано про товар или будет написано про все ваши товары, все ваши услуги. Это неправильно. Собственно, задача талендинга – это, как я уже сказал, как конечная цель рекламной кампании. Человек увидел объявление, он перешел по нему, он продолжил чтение, ознакомление с тем, что его заинтересовало, ведь он же не просто так на ссылку в рекламе кликнул, это его заинтересовало. Вот он перешел, подробнее узнал информацию и, собственно, там совершил какое-то действие, заказал, если его это, ну, в конечном итоге ему это интересно. Поэтому именно не стоит направлять трафик на главную страницу сайта. Ну, тут вот тоже вопрос, да, в продолжении как раз этой беседы, наверное. Спрашивают, какие особенности лендинга по продаже дверей. Тут надо тоже понимать, что не получится лендинга по продаже дверей. Опять же, лендинг – это все-таки про какое-то уникальное торговое предложение. Если у вас будет какая-то одна уникальная дверь, ну, не знаю, ну, пускай три, наверное, уникальных двери, тогда это можно сделать как лендинг, как какой-то красивый, и то, на котором вы будете либо собирать какую-то информацию, да, о заинтересовавшихся клиентах, там, через какую-то формочку, либо, не знаю, отправлять их все равно дальше за более подробной информацией, наверное, уже на основной сайт. Ну, я не представляю себе, что кто-то будет продавать одну дверь. Ну, как бы... Ну, да, ну, если уж про двери, да, ну, это, в крайнем случае, это могут быть, например, например, мы продаем, там, какие-то у нас есть самые дешевые двери. Соответственно, наша целевая аудитория – те, у кого нет денег, но им нужна дверь входная срочно, да. Мы запускаем рекламную кампанию по дешевым входным дверям, и там две-три двери на выбор – все. не больше. Причем они, естественно, с какой-то одной линейки, просто они немножко визуально различаются, чтобы не у всех одна и та же дверь стояла. Либо это может быть какая-то супер, там, крутая, навуроченная дверь, с суперсистемой безопасности, с там, с миллиардом замков. Естественно, целевая аудитория – богатые люди, и мы рекламируем именно эту дверь. Ну, в данном случае, наверное, вот такие сценарии возможны. Так, можете рассказать, как одну из страниц стандартного интернет-магазина сделать лендинг страницей, например, для конкретного товара или производителя на сайте? Ну, наверное, речь идет о том, что выделить, типа, отдельную страницу, и у нее будет. Это не проблема. Контентом наполните, не знаю, но отдельный URL можно и выделить. Ну, мы обычно выделяем под доменом. То есть, если… Под доменом, да? Да, под доменом, то есть, есть основной домен, создается просто дополнительный под домен для лендинга. Вот, просто по нему, по метрику отслеживать. Это ответ вот на следующий вопрос. Если делать несколько лендингов, каждый лендинг на отдельный домен, или можно на одном домене все разместить как лучше? Ну, вот, на поддомене. Да, да, да. Если есть желание разместить, например, на отдельных доменах, ничего там плохого нет, может быть, даже лучше, но можно на поддомене. Главное понимать, что если это просто разместить в разделе сайта, то есть, у вас будет домен слэш там лендинг, то у вас возникнут проблемы с отслеживанием показателей в метрике. То есть, если у вас стоит Яндекс.Метрика, да, желательно, чтобы лендинги основной сайты были на разных доменах. Ну, хотя бы на поддомене лендинг был. Тогда вы более просто сможете отследить конверсию, отследить все показатели, сколько слэннинга приходят, сколько кликов по целям, потому что обязательно в call-to-action всех нужно расставлять цели, чтобы вы видели, пришло тысяча человек, увидели формочку 10, начали заполнять 5, и в итоге нажал заполнить и отправить 1 или 2 человека. Все это вы должны видеть. Так, чем лендинг на платформе Bittrex лучше лендинг на специальных платформах для создания лендингов? Какие плюсы-минусы двух этих решений? Ну, не знаю, я лично не смогу ответить на этот вопрос, потому что не работал с другими платформами, вообще не работал с платформами Bittrex. Да, я смогу предложить варианты, почему лучше. Во-первых, это интеграция, как я уже сказал, с всеми системами. Сложно интегрировать внешнюю штуку. Во-вторых, насколько бы крутые рекламные запускали конструкторы лендинг-пэджи, у них в любом случае сложно менять дизайны. Все равно, если вы захотите какой-то интересный дизайн внедрить, в эти платформы внедрить его будет сложнее, нежели это внедрить на платформе, которую спокойно можно разработчики на PHP, на HTML, с CSS-стилем, все это красиво нарисовать, оформить, все это будет адаптивно, например, и так далее. Ну и главный фактор, конечно, интеграции, чтобы была возможность интегрировать и хорошо этим всем делом управлять. Я хорошо понял. Тем более, по цене, на мой взгляд, лендинги на Bittrex довольно доступны. Все равно, даже если более-менее нормальный лендинг запустить на каком-то сервисе, он все равно подпросит с вас денежку. И в итоге у вас накапает столько же, или можно даже больше, чем если бы вы просто взяли и купили себе лендинг на Bittrex. Так, как и где разместить саму лендинговую страницу? Ну, для этого надо обратиться к компанию, которая занимается хостингом, и на ней уже можно арендовать. Можете обратиться. Да, можете обратиться к нам. Мы создадим либо для вас отдельный аккаунт на хостинге, либо разместим ваш лендинг на нашем сервере клиентском. То есть, это не проблема. Просто это дополнительная услуга, это дополнительная стоимость определенная в год. И все. То есть, никаких проблем нет. Обращайтесь к разработчику, он все это дело решает. Сейчас вообще с этим проблемы какие-то. Что значит лендинг на Bittrex? Лендинг всегда должен быть на чем-то, а в чем отличие на Bittrex от чем-то другого? Так, про отличие рассказали, про то, что лендинг на Bittrex должен ли быть всегда на чем-то. Ну, смотрите, по сути, в принципе, можно лендинг создать просто как статическую страничку с какой-то формой, не используя какой-то движок. Но, вот про преимущество движка Антон как раз рассказал. Да, это интеграция, это возможность динамически изменять какой-то контент, менять текст в описании или картинке. Это я сейчас еще покажу во второй части. Не знаю, может Антон... Да, Никит, я еще могу дополнить, что вот я вам показывал лендинг лично-наличный, он работает на единой платформе с основным сайтом. И таким образом, например, список городов, которые периодически добавляются на основном сайте, он тут же попадает на лендинг. То есть это еще и, скажем так, прозрачности, гибкость в управлении. То есть если бы он был на отдельной платформе, нам пришлось заходить, добавлять города, новые офисы, а мы ничего этого не делаем. А мы один раз, грубо говоря, город появился, мы его добавили на основном сайте, он на лендинге уже есть. Вот, например, тоже вот такие нюансы. Поэтому это все гибкость в управлении, не только интеграция, гибкость в управлении, простота. Вам же нужно будет потом после запуска не думать уже о том, как же этим всем теперь управлять, вам нужно будет продавать. Клиенты попробуют, вам нужно будет продавать, а вы тут думаете, черт, у нас добавился новый офис, сейчас надо задачу поставить кому-то, кто это все внесет. То есть должна быть простота в управлении. Ну, я так считаю. Согласен. Так, как осуществляется прием платежей? Я не о лендинге, а самой системе Bittre. Ну, здесь вопрос немножко не по теме нашего вебинара, да, это вам надо посмотреть какой-то один из старых вебинаров по интернет-магазинам, или записаться на какие у нас там следующие будут именно по интернет-магазинам. Ну, я вкратце отвечу, что у нас в платформе интеграция с кучей разных сервисов, которые принимают платежи. Ну, самый известный, наверное, это Яндекс, который и как Яндекс деньгами можно оплачивать, так и как агрегатор платежей уступает, и можно оплачивать карточками там Visa, MasterCard. Ну, без проблем, это настраивается там, по сути, в два клика. Главное, чтобы у вас был договор с какой-то компанией, которая вот именно принимает платежи. А все настройки в Bittrex есть. Так, есть какая-то оптимальная схема продающего лендинга. Что должно быть вначале, что потом? Какие пункты должны быть обязательно на странице? Интересуются. Ну, по-моему, как раз про это рассказывали сегодня. Ну, я рассказывал про то, что это будет зависеть от того, какой у вас товар, какая у вас услуга. То есть нужно будет, во-первых, определить, какие будут блоки, в принципе, да, то есть если это, ну, к примеру, если это вот дрель, да, электроинструменты, то, наверное, в видеообзор блок нужно обязательно добавлять отзывы какие-то, если это услуги или мероприятия. То есть определиться со списком блоков, во-первых. Во-вторых, расположить их по мере развития событий. То есть вначале, например, лучше рассказать про компанию, потом про преимущества, потом видеообзоры. Но при этом я же говорил уже про АБ-тестирование. Дальше я рекомендую запустить инструмент АБ-тестирования, попробовать несколько вариантов, посмотреть, у какого лучше конверсия и оставить тот. На мой взгляд так. Потому что просто дать какую-то таблетку к конкретному, ну, ко всем лендингам невозможно по-разному, у разных товаров, у разных услуг по-разному будут работать блоки. И сказать, что вот этот блок лучше выше, этот ниже, ну, мне кажется, невозможно. Я вот пример приводил, да, что на демо-лендинге рассказ о том, кто мы в самом низу. Ну, вот это точно нужно было сделать сверху. Но такие четкие рекомендации, что вот это, потом это, потом это. Таких не бывает. Для этого есть АБ-тестирование. Так, что еще смотрю. Одинаково ли клиенты относятся к доменам и к поддоменам? Нет. Вы знаете, мне кажется, они даже не обращают на них внимания. То есть, на мой взгляд, они кликают, они же кликают по сообщению, они видят сообщение, они, может быть, увидят основной домен. Мне кажется, они даже обращать внимание не будут особо на то, что это под домен. Тем более, что иногда там, ну, если это, конечно, внутренний раздел, там некоторые браузеры вообще скрывают адрес полный юру. Вот, но конкретно к данному вопросу, мне кажется, это не будет никак влиять. Хорошо. Тогда следующий вопрос у нас. По поводу... Так, так, так. Можно ли редактировать шаблоны на Битриксе? Ну да, это не просто можно, это нужно. Да, ну... Это, во-первых, очень просто. Ну, разработчики, в принципе, эти вещи делают. То есть, когда вы заказываете лендинг, там нужно, например, какую-то дополнительную денежку небольшую заплатить разработчику, который вам всю вашу информацию добавит. Логотип, телефоны, все контакты, текст, который у вас есть, добавит, если, естественно, лучше заказать копирайтеры, их писали. Вот. Все это дело редактируется очень просто. Так. И лендинги, да, делаются таким образом, что можно было очень просто редактировать. Сейчас покажу... Спрашивают, где найти эти лендинги и покажу ли я внутрянку. Да. Внутрянку мы сейчас покажем. А где найти? Ну, смотрите, у нас есть сайт, да, один из Bittrex.ru, есть раздел такой в Marketplace. Здесь, по-моему, как раз прям даже были лендинги, нет? Да, конечно. Никита, ты показываешь мой экран? Да, уже свой показываю. Могу? Здорово. Могу включить? Нет. Да, давай, можно включить мой. Сейчас, сейчас 5 секунд только. Сейчас я открою сейчас. Ага. Я могу показать. Да, покажи экранчик. Все, показываю. Ок. Так, все, есть, да, появился? Нет, сейчас пока не появился. Все, есть, да. Смотрите, вы можете зайти, даже по умолчанию, 1S Bittrex. Увидите такую кнопочку Marketplace. Нажимаете. Здесь все готовы решения, в том числе и лендинги. Находите готовые сайты, лендинг пейдж. А, вот так. Выбираете. Да, выбираете. Ну, я обычно так делаю, что установок 5099, то есть, уже такие проверенные. И смотрю, что есть. Например, открываем вот эту целевую страницу. Вот ее можно купить за 2 900, ну, плюс, естественно, платформа Bittrex. Ну, это спокойно укладывается. Да, ту сумму, о которой я говорил. Можно онлайн демо посмотреть, как это выглядит. Вот, у меня, в принципе, она и открыто. Вот, очень просто. Так, ну, тогда, наверное, я пока потихонечку переключусь на себя. У нас вроде... Да, давай. По стоимости спрашивали еще? Ну, по стоимости напишите лично Антону. И, в принципе, вот он сейчас там что-то уже озвучивал, да, какие-то эти самые ценности. Так, сейчас еще гляну questions, где у меня, где. Вот они questions. Господи, что такое-то. Угу. Так, сколько стоит платформа, сколько стоит лендинг? Ну, показали, да, сейчас цены? Ну, да, можно, например, на старте, на старте 5400, 5400, по-моему, да, 5400. Платформа, старт и, соответственно, само решение, например, 2 900. Да, вот еще, пожалуйста. Да, еще порвала. Так, насколько можно ли без шаблона создавать сайт? Ну, если сами будете шаблон свой создавать, то можно, насколько возможно, самостоятельно создать на вашей системе сайт или лендинг. Ну, смотрите, Надежда, я вот сразу расскажу, да, в Гитрикс это не конструктор, это именно платформа, на которой что-то делается. Проще всего, конечно, лучше всего обратиться именно к разработчикам, которые, ну, те, кто занимается этим профессионально, которые вам помогут. Второй вариант, если есть какой-то у вас уже опыт или желание изучить это, то можно взять какое-то готовое решение, да, и на нем создать свой лендинг, используя платформу и вот этот готовый шаблон. Дальше, ну, третий вариант, не знаю, все с нуля самим писать, кому-то и это подойдет. Ну, или купить готовое решение и просто его запустить, наполнить. Или так, да, это будет контентный вариант. Да, тоже очень просто. Потом что-то поменять, там, баннер поменять, там, цвет кнопочки поменять, ну, это все, опять же, это лучше. Ну, опять же, какие-то навыки потребуются, но самому учиться самостоятельно можно, есть учебные курсы у нас бесплатные на сайте, можно за них пройти. Так, вот такой вопрос еще. Если есть основной сайт и лендинг, имеющий одни контакты, адреса телефона, товар, не произойдет ли склейтики этих сайтов и лендинга? Не очень понял я вопрос. Нет, не произойдет. Почему контент разный же? Насколько я знаю, все, что склейки происходят только если одинаковый контент. То есть по одному и тому же адресу находится практически идентичный страниц. Если у вас на странице даже будет похожий дизайн, но отличаться будут телефоны и какое-то описание, то не будет никакой склейки. И, естественно, лендинг, как правило, выглядит по-другому, нежели основной сайт. И структура страницы лендинга абсолютно другая, нежели основной сайт. И контент для него подбирается более, ну, как я говорил, более, как это, ну, самая суть, да, пишется. То есть более компактный текст. Естественно, текста будут другие. Робот увидит, что это другая страница. Даже если там тот же товар. Он же не склеивает такие же товары других ваших конкурентов с вашими доменами. Не склеивает. По сути, другой сайт. Я уже включил свой экран, и у меня здесь наш типовой интернет-магазин, шаблонный, универсальный, да, который, вы можете видеть, то есть структура абсолютно отличается от структуры лендинга пейджа, которую мы сейчас с Антоном, да, смотрели там во время презентации, он показывал всякие разные лендинги. Здесь все совершенно по-другому, да, у нас здесь вот отдельно пошли, там, каталог товаров у нас есть, да, например. У нас здесь сразу какие-то кучи товаров представлены. То есть это уже не лендинг пейдж, они выглядят по-разному. Так, ну я, наверное, Антон, тогда поблагодарю тебя и отключу микрофон. Дальше продолжим. Хорошо, ну, спасибо всем, что послушали, здесь было интересно. Так, ну давайте быстренько пройдемся. Поговорили мы про лендинги. Я вот показываю интернет-магазин сейчас, но, по сути, нас будет мало интересовать, наверное, во время этого вебинара интернет-магазин, потому что лендинг пейдж это, скажем так, наверное, один из самых простых вариантов сайта вообще. По сути, обычно это отдельная одна страничка. Я вот здесь покажу, да, есть у меня отдельная страничка. Ну, представим, что это лендинг пейдж, что вот этого блока справа, там, мы в сетях рассылка и прочего нет. Нет, просто страничка с картинками, с текстом, там, наши возможности, какая-то ссылка на электронную почту. Естественно, если бы это был лендинг, мы бы здесь разместили картинку какую-то, разместили кнопку «Узнать цену» или «Купить сейчас». Ну, вот Антон сказал, что «Узнать цену лучше работает». И, возможно, разместили бы какую-то форму для того, чтобы получить информацию, получить так называемый лид. Что такое лид? Лид – это потенциально заинтересованный покупатель. То есть, если у нас, мы нагнали кучу людей к нам на лендинг пейдж, и из тысячи этих людей, допустим, у нас 50 человек заинтересовались нашим товаром и отправили нам, заполнили какую-то форму, мы эту информацию получили, то дальше мы уже можем с этим товарищем созвониться, либо какое-то предложение уже на почту электронную, допустим, отправить, либо какими-то другими средствами скоммуницировать с ним и уже завершить процесс продажи. Либо, возможно, у вас на лендинг пейдж будет прям кнопка «Купить» и прямо оттуда он будет совершать покупку. Такое тоже возможно, но я хотел бы вам рассказать именно сегодня про коммуникационные возможности. Но для начала давайте посмотрим вообще про платформу Bittrex. Ну, вот, по сути, здесь страничка у нас, которая работает на Bittrex. Если я зашел на свой сайт как администратор, у меня появилась сверху вот такая вот серенькая панелька. Я могу прямо здесь создавать какие-то страницы, создавать там разделы, меню редактировать. Кучу всяких штук могу делать. Давайте, наверное, попробуем отредактировать. Представим, что это у нас страница лендинг пейджа и попробуем ее немножечко отредактировать. В первую очередь, конечно, я могу это сделать, нажав вот здесь, изменить страницу. У меня откроется такой визуальный редактор, где я могу вставить какой-то текст, картинку и так далее. Возможно, какие-то добавить компоненты, которые у меня здесь есть. Но вряд ли вот эти компоненты понадобятся, потому что, повторюсь, лендинг пейдж – это простая, в большинстве случаев, статическая страница. И какие-то динамические элементы, за исключением, может, веб-форм, там вряд ли будут размещаться. То есть статическая страница – это страница, которая не делает каких-то запросов в базу данных, для того, чтобы там сформировать какую-то выборку по определенным параметрам товаров, показать, да, именно определенные. Это все уже относится к интернет-магазинам. Ну, лендинг пейдж, скорее, это будет просто голая статика. Как можем, ну, здесь можем отредактировать, там, допустим, да, как в простом визуальном редакторе. Показать, что не из 93-го, а из 98-го года. Не знаю, выделить жирным. Можно вставить какую-то картинку, если у нас есть. Ну, не буду сейчас никакую картинку вставлять, ничего у меня такого под рукой нет. Ну, то есть мы здесь можем писать любой текст. То есть все, вот, управление контейнером происходит через вот такой визуальный редактор. Опять же, если у нас вот это все разбито на такие... То есть мы редактировать можем как вот через изменить страницу, так и включить вот такой режим правки и отредактировать какие-то отдельные элементы, да. Например, так, в магазине у нас не получится отредактировать, потому что это по-другому там написано. Ну, опять же, да, прямо здесь можем вот так. Второй способ. Ну, немножко хотелось не про это поговорить, а показать вам, как можно интегрировать сервис, CRM-систему с лендинг-пейджем. Скажите, пожалуйста, кто-то из тех, кто у нас сегодня есть на вебинаре, там сейчас я открою раздел questions, напишите, кто-то знает уже про такой продукт, как битрикс24? Ну, плюсики, хорошо, CRM-форма, да, CRM-форма покажу сейчас. Скорее так даже, да, напишите, пожалуйста, если кто-то не знает. Напишите, не знаю, или минус поставьте там. Вот кто-то не знает. Замечательно. Я тогда открою сейчас такой сайт, как битрикс24.ru. Это тоже один из наших продуктов, то есть, ну, у нас, по сути, два таких крупных продукта, да. Первый продукт – это вот платформа для управления сайтами и интернет-магазинами, а второй продукт – это сервис, ну, и, по сути, платформа тоже для взаимодействия, для работы внутри вашей компании. Мне очень понравилось такое выражение, которое один раз услышал от клиента, как виртуальный офис. По сути, да, виртуальный офис, в котором вы можете общаться, обмениваться файлами, ставить задачи, управлять задачами, совершать звонки какие-то, документов оборотом управлять и так далее. И одна из важных вещей – это CRM-система. Сейчас я попробую ее найти, да, сразу показать и в двух словах рассказать, что это такое. Вот она была, CRM. CRM-система – это система для управления продажами, система для учета всех контактов, всех продаж, всех лидов, всех ваших потенциальных и текущих покупателей. И позволяет управлять этими продажами, управлять взаимоотношениями с клиентами, не забывать ни про одного из клиентов, вовремя отсылать нужную информацию клиенту, напоминать о себе, делать повторные продажи и так далее. Это тоже тема отдельного вебинара. И если вот те, кто не знает, что такое BITX24, давайте я сейчас покажу, где можно про это отдельные вебинары посмотреть, на сайте BITX24.ru, в самом низу – вебинары. Как раз, по-моему, про CRM был вчера вебинар обзорный, хороший. Можете архивы посмотреть. Так, 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 вот прошедшие вебинары у нас. Да, вот, например, про CRM-систему управления продажами CRM-BITX24. Вообще, у нас каждую среду проходят вебинары, где мы про какой-нибудь один из инструментов рассказываем. Поэтому можно тоже записаться или посмотреть старые записи. Вот как это выглядит внутри. У меня, опять же, тестовый портал, где продаж никаких не ведется. Но CRM-ка есть. Здесь вот она слева. Я сейчас, скажем так, галопом по Европам проскочусь тут. Ну, CRM-система, да, здесь мои дела, лиды, контакты, компании и так далее. Не буду про это ничего рассказывать. Нас интересует именно CRM-форма. Я завел какую-то самую простую CRM-форму вчера вечером. Называется форма моя. Это предустановленная. Просто название формы. Обычная, пустая. Давайте ее откроем сейчас. Ну, уже настроено здесь какой-то заголовок. То есть форма. Все это прямо тут настраивается. Эта форма, опять же, не тема нашего сегодняшнего вебинара. Я просто покажу, как это разместить. Да, то есть все подстраивается. И есть у меня такой вот скриптик. Я просто копирую, нажимаю на толксе. И давайте сейчас отредактируем нашу страничку, которую мы считаем за... Который у нас вроде как лендинг-пейдж. Ну и смотрите, как получилось. Мы получили какую-то форму. И сейчас... Давайте отключу этот режим правки, чтобы не выскакивал. И теперь у нас клиент, который будет заходить на наш лендинг-пейдж, будет заполнять эту форму, будет нажимать кнопочку «Отправить». И эту всю информацию мы будем получать у себя в CRM-системе. То есть нам не обязательно заходить на лендинг-пейдж наш, что-то проверять. Тем более, что ничего там проведет мы не сможем. У нас менеджер будет сидеть, работать в CRM-ке. Ему будет при оставлении клиентом какой-то заявки на наш лендинг-пейдж, эта информация ему будет падать в CRM-ку. Он будет видеть, что появился какой-то лид. Ему надо обработать, открывать, всю нужную информацию изучать, связываться с клиентом и как-то делать продажу. Я думаю, тут все предельно ясно. Что еще хотелось бы показать? Про B-тестирование сегодня рассказали. Есть такой инструмент. Единственное, что этот инструмент доступен только в тех редакциях Битрикса, где есть интернет-магазин. Давайте я сначала про редакции расскажу. У Битрикса есть несколько редакций продукта. Вот в принципе, они называются первый сайт, старт, стандарт, эксперт, малый бизнес и бизнес. Отличаются по цене и по набору функциональных модулей. На нашем сайте раздел «Продукты управления сайтом» сравнят редакции. Вы можете посмотреть, изучить досконально, чем от чего отличается. В принципе, для создания лендинг-пейджа достаточно, если именно про платформу говорить, достаточно даже первого сайта. Если же функционал нужен побольше, то можно уже какую-то брать редакцию постарше. Опять же, в чем плюс? То есть, вы можете на одной платформе сделать и интернет-магазин, и лендинг-пейдж, используя одну редакцию программного продукта. И вот эти инструменты, которые АБ-тестирование будут показывать, он есть только в малом бизнесе и бизнесе. Для других пользователей, тех, кто будет на первом сайте, или со старт будет использовать для лендинг-пейджа, и, наверное, АБ-тестирование с помощью инструмента, который у нас есть, сделать не получится. Можно будет каким-то другим средством сторонним прибегать. Но, честно говоря, не знаю, насколько дешевле получится. Для тех же, у кого есть такая редакция, АБ-тестирование достаточно просто запускается. То есть, есть у нас, например, новый дизайн. Давайте попробуем отредактировать это тестирование. Мы просто в настройках указываем, какой у нас там текущий шаблон, какой новый тестовый шаблон хотим. Давайте вот так просто сделаем. Хотим использовать. И указываем, какой процент трафика, который попадает к нам на сайт, будет участвовать в эксперименте. В чем будет заключаться эксперимент? Мы берем, например, 30% трафика. Можно даже взять все 100% трафика. И как это будет работать? Половине пользователей, которые заходят на наш лендинг-пейдж, мы показываем один дизайн, а половине пользователей, ну, второй половине, показываем другой дизайн. Например, одним показываем с красной кнопкой узнать цену, а другим с зеленой кнопкой узнать цену. И потом сравниваем, с какого сайта у нас больше людей заходит, больше жмут на эту кнопку, больше совершают заказы. Но это все-таки больше применимо именно к интернет-магазинам. А в лендинг-пейдж вот так протестировать, не знаю, наверное, не получится, если на какой-то там младшей редакции сделать. Что еще будет полезно для лендинг-пейджа? У нас в... Давайте сейчас покажу немножечко... Презентацию. У нас в последней редакции были анонсированы много инструментов для коммуникации с клиентами, которые будут уже интегрированы прямо в платформу. Ну, во-первых, это возможность разместить онлайн-чат на вашем сайте. Уже у нас, насколько я знаю, для тестирования этот функционал доступен. Буквально вот вчера или позавчера как раз анонсировали это. Что это такое? Говорили, да, сегодня про всякие онлайн-помощники, онлайн-чаты. Вот эта возможность подключить ваших менеджеров как собеседников в онлайн-чате прямо на вашем сайте. Они вопросы будут получать прямо в чате Bittrex24. Ну, те, кто знает, что такое Bittrex24, или такой чат в нем, это вопрос внизу, и кто не знает, ну, я советую посмотреть вебинар по Bittrex24 и посмотреть, что это такое. То есть чат — это понятно, да, что за инструмент. Можно общаться с коллегами, с клиентами прямо из своего браузера, грубо говоря, с рабочего места. Вот таким образом это будет выглядеть. Справа внизу будет, да, например, значок болтаться такой с облачками. И что еще можно сделать? Ну, это, наверное, не будет интересно, общение в мессенджерах. Наверное, это немножечко не про лендинг-пейджи будет. Ну, хотя, в принципе, тоже, да, можно объединить все цифровые каналы коммуникаций. То есть, если у вас помимо лендинг-пейджа есть какие-то коммуникации, там есть страничка в Facebook, ВКонтакте или где-то так, и вам там тоже задают вопросы, это тоже будет вам попадать все в ваш чат в Bittrex24. Но это, наверное, не наша сегодняшняя тема. Заказ обратного звонка. Пока еще не появился этот функционал, но тоже будет прямо из коробки. То есть, будет вылезать вот такое вот поле, да, например, на лендинг-пейджа, и можно будет сразу оттуда заказать обратный звонок. Опять же, если у вас телефония подключена, там, в Bittrex24, то можно будет это все интегрировать с вашим интернет-магазином. Но это мы опять уже в тему интернет-магазина уходим, а не в тему лендинг-пейджа. Про интернет-магазин у нас есть отдельная серия вебинаров, где мы про все эти новинки и про весь этот финансонал подробно рассказываем. А CRM-формы на сайт, ну, мы уже обсудили с вами, да, как это может быть, как-то размещается. Ну и, по сути, наверное, все. Как раз мы уложили с вами в полтора часа. Если есть еще вопросы, давайте у меня, наверное, будет буквально минут 5-10 на них поотвечать. Так, есть коробочная версия или только в облаке? Это про Bittrex24. Есть коробочная версия? Ну, опять же, можно прямо на нашем сайте, да, зайти в раздел продукты, вот, корпоративный портал. То есть магазин только на дорогих тарифах? Ну, во-первых, не тарифах. Интернет-магазин, он входит в редакцию. Редакция – это не тариф, это полноценный программный комплекс. То есть вы его один раз покупаете, и дальше вы можете продлять лицензию для того, чтобы всякие фишки, которые мы новые выпускаем, чтобы они у вас тоже были, вам надо будет покупать продление раз в год. Продление стоит порядка 22% от стоимости самой лицензии, если сразу же продляется в течение месяца, либо 60% от стоимости лицензии, если больше, чем через месяц после окончания вашей лицензии вы решили продлиться. Но продление оно не обязательно. То есть если вот у вас функционал вашего интернет-магазина устраивает, или вашего сайта, да, и вы как-то какие-то новые фишки не хотите использовать, то совсем не обязательно продляться. Так, а так да, интернет-магазин только в редакциях «Малый бизнес» и «Бизнес». Какая редакция подойдет для запуска LandedBage? Ну, как уже говорили сегодня, LandedBage можно сделать на первом сайте запросто. Проще все-таки, наверное, посмотреть вот так, да, зайти в Marketplace, готовый сайт, LandedBage, давайте посмотрим. На Абу возьмем какие-то. Вот, LandedBage добра. На, он без редакции бесплатно. Подождите. Интересно. Надо, кстати, сделать, чтобы можно было сразу редакцию здесь купить. Вот, например, платный, да. Купить, вот добавить редакцию. А, редакцию. Ах, он здесь не предложит первый сайт, потому что первый сайт только через партнерскую сеть продается у нас. Ну, в принципе, как вы можете сделать? Вы можете обратиться к партнерам, показать это решение и сказать, что мы хотим приобрести его с первым сайтом. Надо посмотреть, будет ли оно работать с первым сайтом. На самом деле, должно работать. Да, тут небольшая доработка по Marketplace, и я попробую решить этот вопрос. Так, онлайн-консультант в Bitrix24 в коробочной версии тоже будет? Ну, конечно, у нас коробочная версия догоняет, и Bitrix24 облачная всегда. Просто обновление для облака выходит чуть-чуть раньше, а для коробки чуть-чуть позже. Так, если остались какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, их сейчас. Ну, а если вопросов не осталось, то я благодарю вас за эти полтора часа, которые вы посвятили нашему вебинару. Я надеюсь, много полезной и нужной информации получили. Если вдруг внезапно не получили, пишите либо Антону, либо мне. Мой адрес сейчас я напишу. Давайте вот здесь напишу. Никита 11. Bitrix.ru Можно мне написать письмо. Так. А, вот отличный вопрос, да, пока. На одной платформе можно поменять лендинг на другой, если этот товар не пошел и надо делать новый лендинг. То есть платформу не надо снова покупать? Конечно, не надо. Нет. Платформу один раз купили, а сколько там лендингов на ней сделать, уже неважно. Одновременно на одной платформе может быть несколько лендингов? Да, без проблем. Платформа под лендинг и Bitrix 24 – это одно и то же? Нет, это не одно и то же. Bitrix 24... А, Надежда сейчас про рассылочки расскажу. Bitrix 24 – это не платформа для создания сайтов или лендинг-пэйджей. Хотя, возможно, я не помню, может быть, в маркетплейсе какое-то есть такое решение. Но, не знаю, надо подумать. В принципе, создание таких лендинг-пэйджей прямо из Bitrix 24 – такая идея, по-моему, была. Кто-то уже предлагал ее. Наверное, надо просто подождать, и, в принципе, это будет реализовано. Но вообще нет, это разные программы и продукты. Один – именно для создания сайтов, а второй – именно для работы внутри компании, для бизнеса. Проблематичен ли переход с редакции старта до малого бизнеса? При активной лицензии переход с редакции старта до малого бизнеса стоит будет. Разница в цене между стартом и малым бизнесом. И переход нет, не проблематичен. То есть, модули-то вы все загрузите, обновитесь просто. Другое дело, что у вас, если был сайт на старте, а собираетесь делать интернет-магазин, вам придется полностью шаблон ваш весь переписывать, переделывать. Это другое дело совсем. Вы не ответили про рассылщики. Есть ли у нас интеграция с рассылщиками? Да. Опять же, в разделе Marketplace давайте вот интеграция. Интеграция. Так, что у меня здесь не опускается. Интеграция 1С, социальные сети, смс-шлюзы. Другое. Есть интеграция с разными почтовыми сервисами. Там и Unisender, и что-то еще. Давайте в память у меня почему-то Unisender. Я его и наберу. Вот он, Unisender Integration. Есть специальный модуль, который на любой редакции работает. То есть вы, грубо говоря, с помощью лендид-пейджа собираете адреса своих заинтересованных клиентов и уже через e-mail или смс-рассылки как-то с ними работаете. Это во-первых. Во-вторых, если у вас редакция, в которой есть модуль наш e-mail маркетинга, то у нас есть свой инструмент для того, чтобы создавать рассылки, причем разные красивые рассылки со своими уникальными шаблонами и так далее. Давайте покажу, да, через мастер добавим. Сейчас здесь это все от балды напишу. Выбираем там группу адресов. Ну, у нас, допустим, эти группы будут формироваться. Давайте, у меня есть ничего еще не создано. Так, да, выберем пользователя. Ну, у меня только пользователи, наверное, будут. Ну, давайте вот так. Нет, что ли? Нет, это вот. Да, вот одна группа создана. Там один пользователь на сайте, наверное, это я. Ой, надо было покупателей взять. Ну, ладно, не суть. Покажу просто сам мастер создания шаблона. Вот, есть, да, то есть какой-то готовый уже можете выбрать шаблон. Можете свой шаблон создать. Я выберу там один столбец. Да, то есть уже готовый шаблон. Это все редактируется здесь. Какие-то другие блоки можете накидывать прям тут. Картинку поменять там и так далее. Сразу посмотреть, как это выглядит. Причем, как он будет выглядеть на смартфоне, на планшете или на компьютере. Это очень важный момент. Наверное, слышали, да, все такую штуку, как адаптивный дизайн. У нас сейчас все больше и больше людей для выхода в интернет и для работы с какой-то информацией, там, почта, сайта, используют мобильные приложения, либо не приложения, а или смартфон, или планшета. Поэтому очень важно, чтобы и сайт ваш был красиво отображался на любом устройстве, несмотря на размеры экрана. И это сейчас делают почти все. То есть все это понимают, все используют адаптивный дизайн, но многие забывают рассылку делать тоже адаптивной. А это очень важно. Человек зашел к вам на сайт через браузер, о, все здорово, все красиво, подписался на вашу рассылку, а рассылка ему приходит неадаптивная, ему приходится пальцем в лево-право елозить, чтобы прочитать письмо. Это важный момент, не упускайте. К теме нашего сегодняшнего вебинара не относятся, но это стоит учесть. Ну, то есть посмотрели, да, сделали, заполнили тем контентом, которым надо, сохранили шаблон, я не указал тему. Тему можно как вручную прописывать, так и какие-то переменные использовать, например, персонализировать, да, написать там Иван, ну, то есть в нейм у нас будет подставляться имя пользователя, который у нас относится к этому e-mail, вот, ну, отправителя там тоже укаженку вот такого нашего, типового. Вот, ну и дальше, либо по расписанию эту рассылку делаем, да, либо вручную отправляем, либо периодически будем отправлять эти письма, и так далее. Вот, и есть еще интересная штука, у нас тоже триггерные рассылки. Давайте посмотрим, где у нас тут. Никакие не заведены. Триггерные рассылки, очень интересная штука, рассылки, которые автоматически генерируются, отправляются и реагируют на какое-то действие или бездействие пользователя на вашем сайте. Ну, это скорее к интернет-магазинам относится, да, вот, например, навалил пользователей товара всяких в корзину и отвалился, а вы знаете его e-mail. Вот такая вот рассылка будет, давайте выберем, да, посмотрим. Какие действия он предлагает. Эта рассылка будет, блин, отправительный указ. Автоматически писать письма, что, смотрите, условия запуска, там, забытая корзина, да, достижение цели, чего мы хотим добиться, оплата заказа. Мы эти условия все выбираем здесь. Вот. И смотрим. А, вот письма. Запытая корзина. После того, как у нас положили в корзину, там, никаких действий не сделали, отвалились с нашего сайта, да, у нас отправляется письмо, первое, в котором будет написано. Здравствуйте, вы успешно наполнили корзину товарами, ну, что-то не купили, там, в чем сложность, в корзине вас ждут, тут хлоп, показывается, у нас автоматически будут генерироваться товары, которые в корзине именно у этого данного пользователя находятся, и уйдет такое письмо. Ничего не пишет нам, вернее, это сам, клиент ничего не покупает, через день следующее письмо, да, опять же, что товары отложены и ждут, еще через день, еще одно письмо, но уже смотрите, какой штука интересной. Помимо того, что мы им покажем, что у него в корзине лежит, мы ему, например, специальную скидку сделаем, специальный купон на товар для почты, допустим, предоставим там скидку 10% на вот его заказ, только чтобы он у нас купил, ну, это если мы предусмотрели. Вот, и таких сценариев использования функционала очень много, вот, ну, вот, есть уже прямо в Питриксе, что называется, можно брать да пользоваться, можно сторонними сервисами интегрироваться, как угодно. Надеюсь, что про рассылщики вопрос я ответил. Если я куплю один первый сайт и шаблон лендинга, они уже будут между собой связаны или мне надо будет кого-то нанимать на стыковку? Ну, вам лучше, все-таки, в первую очередь, надо будет задать вопрос разработчиками этого шаблона, подойдет ли для этого шаблона редакция первый сайт. И, ну, если считаете, что сами справитесь, в принципе, ну, шаблон разместить на сайте, ну, используя платформу и выложить это все в интернет, нет, не проблема. Но если опыта такого нет, я опять же повторюсь, я все-таки советую обращаться к кому-то из наших партнеров. Да, вот с Антоном мы сегодня вели, можно, например, к ним обратиться, чтобы помогли сделать. Мне кажется, вы больше времени сэкономите и более полезно это время потратите, чем будете сами разбираться. Ну, в принципе, да, мы считаем так, что каждый должен заниматься своим делом, то есть руководитель компании, руководитель компании, менеджеры по продажам продавать, разработчики должны разрабатывать сайты и помогать менеджерам по продажам и руководителям компаний развивать свой бизнес, используя вот такой инструмент, как лендинг-пейдж или интернет-магазин. Вот. Ну, если есть у вас время заниматься этим, разбираться, ну, здорово. И, ну, да, сделать это самостоятельно можно. Но я не могу сказать, сколько у вас это займет времени, потому что не знаю, насколько хорошо вы, как бы, в этом разбираетесь, да. То есть у лендинга на платформе первый сайт может быть свой e-mail-рассылщик. Нет, к сожалению, не может, потому что и вот такой инструмент, как e-mail-рассылки, у нас доступно, давайте посмотрим, насколько я помню, только в редакциях малый бизнес и бизнес. Могу ошибаться, я уже немножечко, честно говоря, подзабыл, где у нас что, в каком модуле находится, в какой редакции. Давайте сейчас попробуем взглянуть. Если будете использовать первый сайт, редакцию, какой-то шаблон, то вам лучше, конечно, использовать вот те сервисы, да, с e-mail, то есть если вы будете только e-mail-рассылку собирать, у вас задача лендинга такая, e-mail-адреса собирать заинтересованных, потом им письма слать, уже общаться с ними, то лучше, конечно, какие-то, с моей точки зрения, какие-то сторонние сервисы использовать. Ну, опять же, все очень часто можно будет, очень часто, часто, но. Так, e-mail-маркетинг. У нас только в редакциях эксперт, малый бизнес и бизнес. Вот эту e-mail-рассылку я показывал, только в редакции эксперт, малый бизнес и бизнес. На первом сайте, на старте, на стандарте этого не будет. Андрей, ответил я на ваш вопрос? Если я куплю у вас шаблон лендинга, который вы показали, и куплю первый сайт, то как мне их связать? Если шаблон работает с редакцией первый сайт, то связывать их никак не надо, ну, они, грубо говоря, интегрированы будут. Просто сайт размещаете, используя этот шаблон, редактируете там контент и начинаете работать. Нет, это не сложно. Я сейчас, дайте попробую в качестве примера. А, давайте, знаете, вот так в качестве примера расскажу. Думаю, всем будет понятно. Есть смартфон? Да, только хостинг-докупить. Ну и, конечно, вам надо будет на рекламу хостинг-домент и на рекламу на контекстном потратить определенную сумму. Вот в качестве примера я рассказал бы, да, про смартфон и приложение какое-то. Вот шаблон, это как приложение для смартфона. То есть шаблон вы для платформы Bittrex покупаете, какой-то шаблон уже готовый, а приложение вы на смартфон покупаете, там устанавливаете. Вот такая аналогия. Понятно, объясню. Кажется, понятно, почему-то не отвечаете. Ладно, окей. Давайте, наверное, уже закругляться. Я останавливаю запись и со всеми прощаюсь. Большое спасибо, что присутствовали на нашем вебинаре. Видеозапись будет доступна на нашем канале YouTube. Так, вот еще вопрос появился. Могу я без контекстной рекламы просто делать e-mail рассылку? Ну, пожалуйста, делайте. Андрей, ну, не очень понимаю зачем-то. У вас, по идее, если вы запускаете какой-то лендинг пейдж, вам надо, чтобы как можно больше людей про это узнало. Поэтому не очень понимаю, зачем здесь тогда рассылка. А, чтобы лидов получить? Ну, вы можете сделать рассылку, в которой указывать адрес вашей лендинг пейдж. К вам будут приходить люди и заказывать у вас какой-то товар. Но не знаю, насколько это оправданно. Либо по это самое. Отдельно надо нам с вами пообщаться. Может, мне на почту написать. Не знаю, созвонимся, поговорим. Мы, мне кажется, немножечко про разные вещи говорим. То есть, либо мне, либо Антону звоните. Проконсультируем, как лучше сделать. Делать рассылку с первого сайта нельзя. Рассылка, которую я показывал в битриксе, доступна только в редакциях эксперт, малый бизнес и бизнес. На первом сайте вы можете сделать лендинг пейдж, собрать через этот лендинг пейдж базу e-mail адресов и уже рассылку делать через какой-то сторонний сервис. То есть, туда загружать эту базу e-mail адресов и им делать рассылку. Вот, я думаю, теперь мы их все друг друга поняли. Все. Всем спасибо еще раз. Приходите к нам на остальные вебинары. Приходите к нам на семинары в Москве, в Петербурге, в других городах. Все это в разделе мероприятия на нашем сайте. Можно будет встретиться и пообщаться вживую. Всем спасибо. Всем всего хорошего.